вова остановись смело пенсионерка высказала путину все что о нем думает совсем недавно в сети ажиотаж из-за видео на котором российская пенсионерка ругает президента владимира путина за то во что он превратил российскую федерацию за 20 лет своего правления резонансное видео обнародовал в твиттер известный российский оппозиционер алексей навальню на видео которое так взволновало россиян пенсионерка валентина евдокимова из иркутской области просто разнесла узурпатора путина возмутили ее планы кремля построить многомиллиардную скоростную железную дорогу из москвы в китайскую столицу пекин это же уму непостижимо задумали строить бы стружку от москвы до китая это мимо кого вы будете ехать на этой бы стружке мимо людей в лаптях мимо нищих убогих мимо запущенных лесов полей людей деревень которых до сих пор нет света газ и дорог это мимо этого на скором поезде вы будете ехать вы что не понимаете в каком состоянии россия вам не стыдно обратилась пенсионерка к путину она также пожаловалась что президент занимается гигантоманией вместо того чтобы обеспечить своему народу достойную и красочную жизнь владимир владимирович что с вами происходит да какое же вы ясное солнышко володя вы никогда им не станете при таком отношении к народу ну ладно вы поиграли со своими пушками исполнилась ваша детская мечта но вы настолько оторвались от жизни от нашей россии которая вам доверяла вы занимаетесь какой-то гигантоманией то северный поток то южный поток кормушку это устроили и гребете гребете все из россии и мимо народа посмотрите вы на россию то посмотрите вы что делаете владимир владимир медицина учеба молодежь но все просто в таком страшном состоянии просто смотреть стыдно откровенно высказалась евдокима очень хотелось бы чтобы мое обращение путину показали по телевизору это бы сразу гарантировала хоть какой-нибудь малейший переполох россияне также восхищены смелостью и честностью пенсионерки не побоявшийся высказать узурпатору все что о нем думает судя по комментариям такого же мнения президенте рф сегодня придерживается большинство россиян если вы тоже то напишите комментарий в поддержку этой бабули а также не забывайте подписываться на канал и ставить лайки под видео вместе с тем в сообщениях четко ощущается обреченность граждане рф не верят в то что в жизни что-то изменится бесполезно эти вампиры не могут жить иначе им обязательно нужно сосать кровь из нас из россии из каждого трудолюбивого человека больше нет куда в любой другой стране их бы уже давно отправили за решетку а терпеливый народ россии все терпит и терпит путин ради сохранения своей власти реально начал загонять все население в пещерный век и об этом жалуются многие россияне меня только поражает глупость некоторых людей которые все также доверяют путину и думать что если полить на голову зеленкой то это опухоль пройдет а тут же все очевидно бабулька права это видно во многом потому что в стране который даже правосудие на всех государственных уровнях может вызвать к себе только отвращение нам такой президент страны не нужен нам подачки не давайте лучше денежки отдайте будем все что мы захочем на подачек не попросим я спросил я спросил у прохожих что так шумно у ворот отвечает кража века обокрали весь народ обесценивать сберкнижки постепенно начали а в итоге весь народ снова раскулачили теневые спекулянты быстро пошутели всю страну разворовать вовремя успели спекулянты и рвачи стали нынче богачи мы для родины старались и ни с чем сейчас остались все идет с аукциона земли шахты рудники все воры миллиардеры работяги бедняки почему-то кельцин пьяный выступал он дураком потому что пилон водку заряжена чумаком он гранаты воровал себе пальцы оторвал на урале на родном развалил ипатовский дом дом а приехал он москву развалил всю страну вот такие брат дела полыхает вся страна я не верю никому что президент спасет страну повернулись на запад говорят хороший запад я вчера там побывал вообще закон очень важные в том числе инициированные советом федерации проект легализует вот это очень важно легализует принудительное репрессивное изъятие жилого помещения и нужно говорить правду а говорить легко и приятно этот закон пролоббировали застройщики банкиры никакой заботы о людях там нету президент россии обратил на это особое внимание и выделил числе приоритетных вопросов расселение ветхоаварийного жилья я вас уверяю это такая мина замедленного действия закон безусловно крайне важный мы его на всех стадиях поддер мы ответственность несём все вместе госдума приняла закон о поправлении строительный кодекс о комплексном развитии территорий с этой трибуны и из зала моя дорогая коллега галина петровна хованская олег вашей шейн мы говорили кричали коллеги подумайте что мы делаем я вас уверяю это такая мина замедленного действия то что пенсионеры и предпенсионеры не вышли массово когда мы сделали тоже огромную ошибку против которой нашла фракция возражала повысили пенсионный возраст и считает что пролистнули забыли они не забыли но они и шли а вот когда пентхауза начнут ликвидировать выйдут люди другого качества и они выйдут на улицу потому что этот закон и нужно говорить правду а правда говорить легко и приятно этот закон про лоббировали застройщики банкиры никакой заботы о людях там нету и я вас уверяю когда мы дали возможность регионам самим определять какие дома пойдут а под этот проект я вас уверяю там не окажется бараков и не окажется тех развалюх которых люди еще живут там окажут вполне приличные дома в хороших местах и потирает уже руки строители и когда за трибуны докладчик он правду говорил правду говорил галузнате ни один субъект федерации не высказал критично все поддержку поддержали считаем что закон сейчас наиболее полно отражает те задачи и цели которые мы ставили все субъекты российской федерации все 85 субъектов его поддержали страна граждане строительные сообщества его очень ждут да потому что устами и говорили лоббисты и в том числе представители власти региональные которые зачастую связаны напрямую со строительным бизнесом вот и все ведь ларчик то очень просто открывается поэтому коллеги я очень опасаюсь что мы вынуждены будем возвращаться к этой теме потому что еще один момент я не могу не сказать но у многих в этом зале юридическое образование мы с вами знаем гражданский кодекс основлагающие права права собственности это федеральный уровень он никак не может делегирован на уровень регионального законодательства а у нас теперь изъятие собственности и прекращение собственности частной собственности да это будет наутку поддано региональным властям со всеми вытекающими последствиями когда в течение 45 дней людей выселит на улицу потому что они не захотят получать вообще ничтожные деньги а им не будут предоставлять нормальные условия как кстати сделано в реновации в реновации москве то люди вынуждены будут возмущаться и к сожалению это будет совершенно очевидно хочу сказать что для регионов российской федерации это закон долгожданный который наконец-то создает два важнейших механизма правовой инвестиционный для комплексного развития застроенных территорий коллеги вообще закон очень важный в том числе инициированные советом федерации проблема расселения людей из ветхоаварийного жилья сегодня вышло в число самых приоритетных задач и вот недавно проходило совместное заседание государственного совета с участием совета по стратегическим проектам и подводя итоги президент владимир владимирович путин президент россии обратил на это особое внимание и выделил числе приоритетных вопросов расселение ветхоаварийного жилья и поэтому нужны и правовые условия возможности мы предоставляем очень широкие возможности субъектам федерации этим законом критерии включения многоквартирных домов в программу оставлено регионом значит здесь усмотренческие решения и здесь элементы коррупционности очевидно просматриваются мы даем возможность варьировать предполагается изъятие у граждан не только жилых помещений многоквартирных домах но и индивидуальных жилых домов садовых домиков и так далее если они нуждаются в ремонте или недостаточно благоустроены с точки зрения опять же субъекта мы даем возможность привлекать инвесторов частные инвестиции в эту сферу мы создаем условия для наращивания объемов жилищного строительства поэтому закон безусловно крайне важный мы его на всех стадиях поддерживали я благодарю олег владимирович мельниченко никого андреевича журавлёва других коллег которые активнейшим образом способствовали и его принять но принять закон это одно а реализовать его и выполнить и национальные цели поручения главы государства по ускорению расселения ветхоаварийного жилья это другое проект легализует вот это очень важно легализует принудительное репрессивное изъятие жилого помещения и конечно я предлагаю дать поручение комитету по федеративному устройству мониторить течение года как будет работать этот закон возможно что-то надо будет донастроить какие-то шероховатости появятся я неоднократно говорила еще при первом чтении что с людьми необходимо договариваться иначе это тупик завязнут судебных спорах и все больше ни к чему это не приведет с людьми надо договариваться и право частной собственности надо уважать но безусловно мы даем очень важные инструменты для субъекта федерации для ускорения этой работы прошу коллеги вас поддержать этот закон идет голосование прошу голосовать документ 659 решение принято